Так, ну это место вроде отлично подходит для моего нового видео. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на довольно-таки необычное видео на моём канале. Ведь сегодня я буду снимать видео про готовку. Реально, я никогда ничего подобного не делал, и хочется вот реально что-нибудь приготовить прямо на улице. А почему на улице? Да всё очень просто, потому что на улице еда в тысячу раз всегда становится вкуснее. Я думаю, что вы все прекрасно знаете это правило. Поэтому я приобрёл вот такие вот столешницы, плиту, значит всё. А, ещё холодильник я купил, но он у меня стоит дома. Дело в том, что ему нужно очень много электричества, и нужно его как бы хранить дома. Вот, поэтому буду бегать сюда за продуктами. Я ещё не придумал, что я буду сегодня готовить на камеру, но я придумал, что я это буду снимать. Я думаю, этого достаточно. Нет, давайте камеру чуть подальше поставим, чтобы ракурс был получше. Знаете, как-нибудь вот так вот. Во, слушайте, вообще отлично! Хм, давайте подумаем, что же готовить, что же готовить. О, у меня появилась идея. Так, включаю камеру и начинаю запись. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. Сегодня мы с вами будем снимать самое настоящее видео про... Эй, житель, отойди от камеры! О, Компот, здорово, а что это такое у тебя? Житель, ну чё ты влазишь в кадр-то, я не понимаю, я же записываю, запись идёт. А ты чё пришёл, житель, уходите, я тут снимаю. О, Компот, а можно с тобой? Не-не-не, у меня сегодня кулинарное видео. Ой, Компот, я случайно баркошку уронил. Да-да-да, ё-моё, зачем, капец, мне теперь её мыть? Ну ладно, новую нарежу. Компот, а чё ты тут делаешь? Я снимаю кулинарное видео, капец, житель, вы мне всё портите, всё, уйдите из кадра, я снимать, не мешайте мне, пожалуйста. Ох уж эти жители, всё, теперь придётся это выбросить, потому что она грязная. Так-так-так, выкидываем, и давайте снимать заново, предыдущую запись удалю. Так, всё, камера включена, и давайте записывать. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое кулинарное видео. Сегодня мы с вами приготовим салатик, основное блюдо и обязательно десерт. Так что услаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, а я пойду схожу за продуктами. Так, отлично, теперь ставим камеру на паузу, и погнали за продуктами. Слушайте, довольно-таки быстро я сориентировался, и я понял, что мы сегодня с вами будем готовить. Как я сказал уже на видео, мы будем с вами готовить салатик, основное блюдо и десерт. Только вот осталось придумать, какие продукты брать. Давайте вместе подумаем, ребят. Короче, предлагаю сделать салатик из листов салата, огурчика, огурчики я в принципе люблю, перчика добавим, ну давайте одну штучку буквально, чтобы не сильно острый был. Так, еще так же я туда накрашу чего? Яблок? Нет, это слишком моркошки. Давайте моркошки немного, потому что житель мой уронил, капец, надоел мне, я как вспомню, прям злюсь. Так, макарошки возьмем, и так же давайте еще возьмем курочку. У нас будет макарошки с курочкой как основное блюдо и мороженое с шоколадной добавкой. Все шикарно, вроде я все взял, и можем с вами идти готовить. Че? Ааа, помогите, ноги, ноги горячо. Компот! Житель, ты дурак что ли, зачем ты на плиту ногами залез? Компот, помоги, горячо мне, ногами горячо. Так слезь с плиты, ё-моё. Я не умею, как это сделать? Житель, да ты с ума что ли сошел, у тебя сейчас ботинки сгорят. Так, так, сейчас все сломаю, сломаю, не волнуйся. Все, ты цел? Так, хорошо. О, а что это у тебя в интерьер мороженое? Эээ, верни. Слушай, в принципе, неплохое такое. Компот, мне сейчас нужнее, у меня ноги чуть не сгорели. Как же вы мне все надоели, жители. Компот, а возьми нас в свое кулинарное видео. Жители, нет, сегодня готовлю я один. Все, давайте с вами попозже что-нибудь поделаем. Нет, Компот, мы тоже хотим сниматься. Если ты нас не возьмешь, мы тебе будем мешать и не дадим снять видео. В смысле не дадите? Отойди, мне нужно плиту поставить. Возьми нас видео. И не возьму я вас никуда, все, надоели. Капец, ребята, они мне не дадут снять это видео. Дома я это все приготовить не смогу, потому что у меня там попросту мало места. Да, блин, как сделать так, чтобы они отстали от меня? Хотя, блин, это же жители. Они, наверное, вот там повздорили немножечко, попсиховали, знаете, понервничали. И все, и теперь ушли. И все нормально, ладно, хорошо. Их еще больше. Капот, хотим видео. Понятно, ребята, не, они мне точно сегодня снять не дадут. Нужно что-то придумывать. Может, не знаю, их в лес отправить, хотя, блин, они, естественно, не пойдут. Они поймут, что я что-то задумал. Как же быть, как же быть? Надо их либо чем-то отвлечь, но вопрос, чем? У них нечем реально отвлечь. Либо... Либо где-то запереть. А, а что, идея? Я даже знаю, что им можно сказать. Так, пойдемте. А, жители, 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 уважаемые жители деревни, как я могу быть таким глупым? Серьезно, я не понимаю. Я понял, что без вас мой ролик не получится. И мне действительно по-хорошему вас бы взять в ролик. Ура, Капот, тогда, короче, давай, я буду резать, знаешь что? Я буду резать огурец, да, а этот житель будет морковку есть. А, не-не-не-не, жители, погодите, я так подумал, а зачем нам снимать на улице? Мы все будем снимать в доме мэра, да. В доме мэра, а он не против Капот? Да, 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 просто понимаете, в мой дом это все не поместится, а дом мэра большой, там и будем все снимать. А, кто первый туда придет, тот начнет ролик. Вперед, жители! Ого, ребята, они смотались, сработало. Вот, смотрите, в доме там стоят уже все, капец, их так легко обмануть. Так, ладно, пойдемте им сейчас скажем кое-что, чтобы они оттуда не выходили. Так, жители, 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 вы находитесь здесь, вы никуда не выходите, потому что мне нужно сейчас перенести все столы. Ну, зачем вам надрываться, я сам это сделаю. Капот, а ты уверен, что тут хватит места? Как-то мы тут не умещаемся, а еще ты сюда столы принесешь. Не-не-не-не-не, нормально все будет, только вы, главное, не выходите из этого дома, вы находитесь все, абсолютно всей деревней здесь. Потому что, ну, это, ну, мне нужно понимать там для ракурса, короче, ждите меня здесь. Хорошо, давай, Капот, ждем, переноси все. Да-да-да, сейчас все перенесу. Так, ребята, теперь, короче, нужно их прямо сейчас закрыть в этом доме, только я не понимаю, как. У меня есть что-нибудь для этого? Не, у меня нифига для этого нету, хотя погодите, в доме у меня точно что-то есть. Все, ребят, я взял все, что мне нужно. Короче, это замок, чтобы повесить его на дверь и закрыть там жителей, и еще также металлические решетки, ну, на окна, чтобы они точно не выбрались. Так, все, давайте подходим к двери и вешаем его. Капот, а-а-а, а что ты тут делаешь? Я не понял с дверью. А, я этот, замерял ее габариты, чтобы проверить, влезет ли стол, да. А почему у тебя в руке был замок? Какой замок, житель? Тебе показалось, у меня в руке ничего не было. Откуда у тебя в инвентаре тогда столько решеток? А-а-а, решетки, да, это, это чтобы, это чтобы на них фрукты резать. Фрукты резать на решетке? Да, 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 удобно, вот так вот кладешь фрукты в прорезь и разрезаешь, очень ровно получается. Ну ладно, Капот, давай, мы тебя ждем, поторопись. Давай, давай, да, сейчас, сейчас приду, житель, сейчас приду. Ребята, черт, не-не-не, так сделать не получится, они сразу палят. Они видят, что я близко подхожу к двери, они видят, что находится у меня на таре, они видят, что у меня есть замок, что вот эта вот штука вот у меня есть. Короче, нужно использовать что-то невидимое. Капец, а что я могу невидимое использовать? Все предметы в Майнкрафте видимые, хотя... Стопэ, я, кажется, придумал. Можно использовать кое-что невидимое, и именно, барьеры. Так, сейчас я их достану. Короче, прямо сейчас вы видите в мамонтаре огромное количество барьеров, и с помощью этих барьеров я запру жителей дома. Вот смотрите, я подхожу, и... Вон они палят за мной, но вроде как претензий у них ко мне пока что нет, на улицу они не выбегают, потому что эти барьеры они тупо не видят. Ох, как хорошо, что в Майнкрафте есть такой невидимый блок, с помощью которого я могу запереть жителей дома. И смотрите, его вообще не видно никому, это просто чудесно, это просто шикарно. Так, давайте вот таким вот образом просто ставим эти блоки, и никто ничего не заподозрит. Я к вам скоро вернусь. Ну что ж, как-то вот так выглядит дом жителей прямо сейчас. Смотрите, он весь в барьерах, тут нифига вообще не видно, но вот я вам только что показал, как это все выглядит. Я полностью все продумал, не пропустил ни одного блока, и на крыше тоже все сделал. Ну что ж, теперь мы с вами можем идти снимать! Компот, ну капец, ну сколько тебя ждать-то можно, мы уже кушать хотим. Короче, давай мы сами все... Я не понял, Компот, а что мы пройти не можем? В смысле не можете? Ух ты, жители, нифига себе, я тоже не могу пройти. Я не понял, Компот, это что, это шутки что ли какие-то? Не-не-не, жители, вы что, это никакие не шутки, реально невозможно пройти, я не знаю почему, вас что, это в доме запер? Че-че-то я не понял, Компот, мы что, заперты в барьерах? А-а-а, точно, наверное в этих барьерах. Э-э, Компот, зачем ты это сделал, слышишь, а ну выпускай нас! Жители, вы что, я, я ничего не делал, вы как-то тут сами заперлись в барьерах. Это все потому, что ты не хочешь брать нас в ролик, да? Да не, ну на самом деле да, да ладно. А ну выпусти нас, я сказал, ты зачем нас запер дома? Жители, не слышу, что вы там говорите, за барьерами не слышно, ладно, я пойду свой кулинарный ролик записывать. А ну выпусти нас, да нет, все, мы сейчас найдем как выбраться, мы найдем! Жители, вы можете хоть обыскаться, я везде барьеры поставил, даже под землей они есть. Мы найдем, Компот, найдем! Ну ищите, кричите, я не слышу, вот вам еще три барьера в подарок, я пойду записывать. Ох, теперь записывать будет еще веселее, потому что там я вижу злых жителей, которые очень сильно агрятся. Но зато теперь никто мне не помешает записать нормальное кулинарное видео, где я приготовлю макарошки с курочкой, какой-нибудь вкусненький салатик и десерт. А, кажется, десерт отменяется, у меня же житель сожрал мороженое. Ну ладно, тогда у нас будет не простой салат, а фруктовый, это будет и салат, и десерт. У нас он будет из яблок, из клубники, давайте из морковки, почему бы и нет, и польемся сверху шоколадом. В принципе, неплохо. Так, макарошки, как я обещал, курочку, как я обещал, огурчики, помидорки для салатика, немного перчика и картошечки, все. И, слушайте, а давайте делаем салат хрустящий, мы добавим туда чипсиков. А почему бы и нет, слушайте, по-моему, идея очень классная. Так, я надеюсь, там жители не выбрались. Интересно, интересно, что у них там произошло. Ну что, жители, нашли способ, как выбраться-то? А как, как выбраться? Ну, пока я не запишу кулинарное видео, наверное, никак, жители, а не надо было мне мешать. Давайте, удачи, веселитесь там одни. Что ж, ребята, теперь я могу спокойно записывать. Я думаю, меня прекрасно понимают различные блогеры, каково это, когда тебе мешают снимать. Что ж, ребята, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Я пошел готовить. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.